Всем привет! 22 ноября. Погодка замечательная. В горах какая у нас красота. Выползнет. Мы фоточку выставляли. Как хорошо любоваться снегом издалека. На улице 15 градусов. Сейчас утро. 10 утра. Работать вообще жарко. Все дни у нас такая погодка. Вчера был ветер. Правда, был ветер. Такой южный. Работать было хорошо. Копать самое то. Сегодня будем сажать чеснок. В том году мы сажали чеснок раньше. Недели на две. Но в том году, в этот день 22 ноября, у нас выпало столько снега. У нас было столько снега. И уже были такие устойчивые ночью. Там 0 градусов, минус 1, минус 2. Ну вот сейчас вроде со среды обещают нам морозец. Соседи посадили уже две недели назад чеснок. Мама неделю назад посадила чеснок. Но я все смотрела погоду и не спешила. В общем, с опытом пришло, что чем позже, тем лучше. Все равно ему еще в нашей погоде краснодарской сходить 10 раз в эти всякие окна февральские и так далее. В общем, спрашивали вы про чеснок. Мы в этом году, знаете, да, в том году мы купили любашу. Первый раз в жизни сортовой. До этого все время сажали свой, не знаю, какой чеснок. Ну, свой, короче, вот сажали из года в год. Ну, нам он очень нравился. В том году мы купили любашу. И в этом году мы вырастили очень много любаши. И, ну, что хочу сказать, она нам понравилась. Понравилась и по вкусу любаша. И самое главное, она нравится по хранению. Вот с нашим чесноком проблем нет. Он всегда хранится. Почему мы его и сажаем из года в год в свои семена. Он очень хорошо хранится. Он нам нравится. Вкусный, ароматный. Язык не щиплет. И вот сейчас вот любаша, да, наш урожай любаши. Достаточно хороший урожай. И мы будем сейчас вот целую большую грядку. Я засажу любашей. Слава богу, семян хватает. И на еду осталось очень много. Ну, вот про любашу говорили. Расскажите там сколько зубчиков, да. Я уж специально не стала ходить, считать. Думаю, перед посадкой расскажу. Ну, вот сейчас вот любаша у нас примерно вот такая выросла. Знаете, что интересно в любаше? Она вот прям... Ну, наверное, сорт это все-таки есть сорт. В общем, в каждой головке восемь долек. Из них семь вот такие вот крупные. А одна долечка такая как бы дополнительная. Вот она такая узенькая. То есть получается восемь штучек. Она как бы такой сиамский близнец. Вот так вот прилипшая к одному. А остальные вот все долечки крупные. То есть вот он весь вот прям как на подбор. Стабильно в нем восемь долечек в каждом. Хорошо хранится. Вот видите, получается, когда мы там урожай-то собирали? В июне, наверное, или не помню уже когда. То есть с ней ничего, так же, как и с нашим чесночком, ничего не происходит. Очень хорошо хранится, не сохнет. По вкусу тоже Андрею нравится чеснок нормальный. Ну, и чистить, да, вот хорошо. Представьте, да, такие большие головочки. Очень хорошо чистить на готовку. И так кушаем. Вот петухи наши все кричат. Ну, и вот наш чеснок. Наш чеснок вырос примерно, он у нас всегда, вот каждый год. Примерно вот такого размера. Бывают, конечно, и крупнее головки. Видите, это тоже вот от нашего чеснока долечка. Ну, вот он такой вот с фиолетовым. У Любаши тоже немножко там есть фиолетовый. Кто-то спрашивал, говорил, есть ли фиолетовый. Да, он как бы снаружи немножко фиолетовый. Вторая вот у него, это, вторая там проглядывается. Вот видите, такие вот фиолетовые. А наш чесночок, вот он ярко такой фиолетовый. Нравится нам он, что хранится. А в нем, кстати, вот сейчас просто готовила, когда на посадку. К каждой головке по-разному. Есть четыре таких вот крупных зубца, да. Есть шесть зубцов, есть восемь, есть семь. То есть они все разные. Ну, тем не менее, тоже чистить его несложно. Не такой уж он и мелкий у нас вырастает. Это, кстати, я просто показать. Но это не одна из самых крупных. Я говорю, вот они тоже и такие же бывают. Большие, крупные. Ну, и вот у нас в этом году появится на грядке третий чеснок. Третий сорт. Опять же, местный непонятный чеснок. Мы это взяли у соседа. Он так расхвалил свой чеснок, что он у него крупный и так далее. И мы решили вот у него купить чисто как бы и на семена и попробовать. Ну, что хочу сказать. Вот такое вот у него хранение. То есть он вообще не подлежит хранению. Я вот сейчас навыбирала. Все растрескавшиеся вот такие. Все их почистила. Он крупный. Он крупный. Не мелкий. Нормальный такой. Крупные дольки. Ну, вот он сохнет. Он плохо в хранении. Андрей вообще меня ругает, что я его купила. Говорит, ерунда какая-то. Но я все-таки его посажу. Знаете почему? Я все-таки думаю, что он неправильно его высушил. То есть он его выкопал и сразу вот обрезал. У него были оставлены вот такие вот эти. Ну, как это называется, череночки, да? Стволики были оставлены. А то есть зеленого ничего не было. Мы-то сушим чеснок, мы его связываем. И до упора, пока вот все это не высохнет, зеленая масса, какая остается на момент выкопки чеснока. И у нас вот он очень хорошо хранится. И я думаю все-таки, что это не недостаток вот этого сорта неизвестного, да? А все-таки неправильно высушил. Он на продажу занимается. И скорее всего он быстро очень, ну, срочно очень выкопал, срочно его подсушил и быстро его обрезал. Потому что, ну, в общем, я хочу попробовать его тоже вырастить. Набрала хороших долек, набрала нормальных долек таких, которые не успели высохнуть, не успели испортиться. И у меня его еще и осталось. Хороших головок тоже там оставила кушать. Может, сейчас не хватит, то тогда дочищу. Большие грядки приготовила под чеснок сюда. Любашу там на большую грядку буду сажать. Свой здесь на большую грядку буду сажать. И его чеснок. Так что я три большие грядки, если что, еще дочищу. Я думаю, что если мы его нормально вырастим, нормально высушим, это тоже будет хороший чеснок и тоже поселится в моем огороде. Ну, не пропадать же добру, да? Будем экспериментировать. Ну что, показывать, как мы сажаем чеснок, я, в принципе, наверное, не буду, потому что из года в год одно и то же. Грядка у меня это была под клубникой Азия. В июне я ее полностью убрала. Азию отсюда рассадила в другое место. Кто знает, она у меня болела. В общем, выбрала только здоровые кусты. И здесь у меня были все пасынки помидор посажены. Вот от моего гравитета, от пузатой хаты. Очень хорошо тут они плодоносили. Мне уже второй год нравится этот опыт сажания, высадки пасынков. Вот здесь целая грядка была помидоры. То есть помидоры мы вам убрали эти, наверное, в сентябре убрали. Перекопала грядку. Просто у всех такой вопрос, как готовите грядки. Да все грядки готовим одинаково. Перекопала грядку, почистила у курей, высыпала все сюда, снова перекопала. Андрей топит баню. Я ему говорила, что постоянно золу выкидывай на эту грядку, что здесь будет чеснок. И вот по этим грядкам он раскидывал золу. Ну вот в том году я, например, еще в грядку подсыпала суперфосфата при перекопке. В этом году нет у меня суперфосфата сейчас. И не собираюсь я ехать за ним в магазин. Посадим без суперфосфата. А весной уже будем удобрять, как обычно. Так что вот, в принципе, сажаем на глубину. Я рою просто бороздку. И на глубину 7-8 сантиметров сажаю. И через 30 сантиметров рядочки. Как опыт показывает, все нормально растет. Так что вот, в принципе, сажаем чеснок. Кто еще не посадил, многие, может, уже и посадили. Ну, смотрите, какая замечательная погода. Солнце печет. Просто шикарная погода. Чего было спешить-то? Все идет по плану. Так что вот, сажаем чеснок. Ну, в принципе, все, что хотела рассказать. Всем здоровья, тепла. У нас вообще, у нас просто кайф. Ну, все, давайте. Всем здоровья, тепла. Пошла сажать чеснок. Это у меня сегодня целый день займет. Счастливо.